Совершенство всего поприща заключается в следующем – в покаянии, чистоте и в усовершении себя. Что такое покаяние? Оставление прежнего и печаль о нем. Что такое чистота? Кратко сказать, сердце, милующее всякую тварную природу. Что такое усовершение себя? Глубина смирения, то есть оставление всего видимого и невидимого, видимого, то есть всего чувственного и невидимого, то есть мысленного, и попечения о том. В другое время был опять спрошен, что такое покаяние? И сказал, сердце сокрушенное и смиренное. Что такое смирение? И сказал, сугубое, добровольно принятое на себя омертвение для всего. И что такое сердце, милующее? И сказал, возгорение сердца у человека о всем творении, о человеках, о птицах, о животных, о демонах и о всякой твари. При воспоминании о них и при воззрении на них, очи у человека источают слезы. От великой и сильной жалости, объемлющей сердце, и от великого терпения умоляются сердце его, и не может оно вынести или слышать, или видеть какого-либо вреда, или малой печали претерпеваемых тварью. А почему и о бессловесных, и о врагах истины, и о делающих ему вред ежечасно со слезами приносят молитву, чтобы сохранились и были они помилованы. А также и об естестве пресмыкающихся молиться с великой жалостью, какая без меры возбуждается в сердце его до уподобления всем Богу. И еще был спрошен, что такое молитва, и сказал, свобода и упразднение ума от всего здешнего. Сердце, совершенно обратившее взор свой к вожделению уповаемого в будущем, а кто далек от всего, тот на ниве своей сеет смешанное семя, и подобен впрягающему в ермо вместе вола и осла. И еще был спрошен. Как может человек приобрести смирение? И сказал, непрестанным пометованием прегрешений, надеждою, приближающуюся к смерти, бедным одеянием, тем, чтобы во всякое время предпочитать последнее место, и во всяком случае принимать охотно на себя дела самые последние и уничиженные, не быть непослушным, сохранять непрестанное молчание, не любить ходить в собрания, желать оставаться неизвестным и ни во что неизбираемым, не удерживать никакой вещи в полном собственном распоряжении, ненавидеть беседы со многими лицами, не любить прибытков и сверх всего умом своим быть выше того, чтобы как не есть порицать и обвинять всякого человека, и выше зависти, не быть таким человеком, которого руки были бы на всех, и на котором были бы руки всех, но одному в уединении заниматься своим делом и не брать на себя попечение о чем-либо в мире, кроме себя самого. Короче сказать, странническая жизнь, нищета и пребывание в уединении – вот отчего рождается смирение и очищается сердце. Достигших же совершенства признак таков, «Если десятикратно в день преданы будут нас сожжение за любовь к людям, не удовлетворяются сим, как Моисей сказал Богу, аще уба оставиши им грех, остави, аще жени, из глади мя, из книги твоей я, внюже вписал еси». Книга Исхода, глава тридцать вторая, стих тридцать второй. «И, как говорит блаженный Павел, молил быхся, отлучен быти от Христа, о, братья и моей, и так далее, и еще, ныне радуюся в скорбях о вас, язычниках». И прочие апостолы за любовь к жизни человеков приялись смерть во всяких ее видах. Конец же всего этого вкупе Бог и Господь. «По любви к твари Сына Своего предал Он на крестную смерть. Такобо возлюби Бог мир, яко и Сына Своего Единородного дал есть за Него на смерть». Евангелие от Иоанна, глава третья, стих шестнадцать. «Не потому, что не мог искупить нас иным образом, но чтобы научить нас тем, преизобилующей любви своей и смертью Единородного Своего Сына приблизить нас к Себе. А если бы у Него было что более драгоценное, и то дал бы нам, чтобы с ним приобрести себе род наш». И по великой любви своей не благоволил стеснить свободу нашу, хотя силен Он сделать это, но благоволил, чтобы любовью собственного нашего сердца приблизились мы к Нему. И сам Христос по любви своей к нам послушен был Отцу Своему в том, чтобы с радостью принять на Себя поругание и печаль, как говорит Писание, вместо предлежащей Ему радости претерпи крест, о срамоте не родив. Посланник евреям, глава двенадцатый, стих второй. «Посему-то Господь в ту ночь, в которую был предан, сказал, «Сия есть тело Мое, я же за мир, доема в жизнь». И, «Сия есть кровь Моя, я же за многие изливаема во оставление грехов». Евангелие от Матфея, глава двадцать шестая, стих двадцать восьмой. И еще говорит, «За них ас свящу себе». Евангелие от Иоанна, глава семнадцатый, стих девятнадцатый. Так достигают сего совершенства и все святые, когда соделаются совершенными и уподобятся Богу излиянием любви своей и человеколюбия ко всем. И домогаются святые сего признака, уподобятся Богу совершенствам в любви к ближним. Так поступали и отцы наши, иноки, когда для оного совершенства всегда принимали в себя уподобление, исполненное жизни Господа нашего Иисуса Христа. Говорят, что блаженный Антоний никогда не решался сделать что-либо полезное более для него самого, нежели для ближнего. В том уповании, что выгоды его ближнего наилучшие для него делаем. Рассказывают также об Аве Агафоне, будто бы сказал он, «Желал бы я найти прокаженного и взять у него тело его, а ему дать, свое, видишь ли совершенную любовь». И также, пока имел он что-либо вне себя, не мог утерепеть, чтобы не успокоить тем ближнего своего. И еще. Был у него ножичек. Брат, пришедший к нему, пожелал его иметь. И Ава не дал ему выйти из кельи своей без этого ножичка. Таково и прочее, написанное о подобных мужах. Но к чему говорить это? Многие из них ради ближнего предавали тела свои зверям, мечу и огню. Никто не может взойти на степень этой любви, если не восчувствует он в тайне надежды своей. и не могут приобрести любви к человекам те, которые любят мир сей. Когда приобретет кто любовь, вместе с любовью облекается в самого Бога. А тому, кто стяжал Бога, необходимо не только не соглашаться на приобретение с ним чего-либо иного, но и совлечься тело своего. Если же любовью к миру облечется кто в этот мир и в эту жизнь, то не облечется он в Бога, пока не оставит всего. Ибо сам Бог засвидетельствовал сие, говоря, аще кто не оставит всего и не возненавидит душу свою, не может мой быть и ученик. Евангелие от Луки, глава 14, стих 26. Должен не только оставить, но и возненавидеть это. А если кто не может быть учеником Господнем, то как Господь вселится в нем? Вопрос. Почему так сладостна надежда и житие ее, и дела ее легки, и скоро совершаются дела ее в душе? Ответ. Потому что в этот час пробуждается в душе святых естественное пожелание и дает им пить из этой чаши и упоевает их. Посему-то не чувствуют уже они труда, но делаются нечувствительными к скорбям, и во все продолжение своего шествия думают, что шествие их совершается. По воздуху они человеческими идут они стопами, потому что невидима ими трудность пути, перед ними нет холмов и потоков, и будут им острые, в пути гладкие и прочие, и потому что ежечасно обращено внимание их на лона отца их, и самая надежда как бы перстом в каждое мгновение указует им отдаленное и невидимое, как бы гадательно взирающим на сие сокровенным оком веры, и потому что желанием отдаленного как бы огнем разжены все части души, и отсутствующий вменяется ими за присущий. Туда простирается все протяжение их помыслов и всегда поспешают достигнуть туда, и когда приближаются к совершению какой-либо добродетели, не над нею одною трудятся, но вдруг и всецело совершают в совокупности все добродетели, потому что из полины сии шествия свои не царским совершают путем, как все прочие, но избирают для себя стези краткие, по которым иные благоименитые скоро приходят в обитель. Самая надежда разжигает их как бы огнем, и не могут дать себе отдыха в стремительном и непрестанном течении, совершаемом с радостью. С ними бывает сказанное и Иеремии, ибо говорит «Рекох не воспомяну имени Его, не же возглаголю к тому во имя Его, и бысть в сердце моем, яко огонь горящ и проницающий в кости мои». Книга пророка Иеремии, глава 20 стих 9. Так пометование о Боге действует в сердцах их, упоеваемых надеждою обетований Божьих. Сокращенные стези добродетелей суть добродетели родовые, потому что не имеют они большого расстояния между многими стезями жития от одной стези до другой, не выжидают ни места, ни времени, не допускают расточения, но тотчас принимаются за дело и исполняют это. Святитель Иоанн Златоуст Толкование на Евангелие от Матфея Сияй Ему, глаголющую к ним, все князь некий пришед, кланяшися ему глаголя. Дщи моя ныне умре, но пришед, возложи на ню руку твою и оживет. Глава 9, стих 18. За словами последовало и дело, чтобы тем более заградить уста фарисеев. Пришедший ко Христу был начальником синагоги, и его скорбь была самая тяжкая. У него одна только и была дочь, имевшая 12 лет и находившаяся в самом цвете возраста. Потому-то особенно Христос тотчас воскрес 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 ее. Если евангелист Лука говорит, что некоторые из дома начальника синагоги, придя, говорили ему «недвижи учителя, якодщи умри» Евангелие от Луки, глава 8, стих 49, то мы должны сказать, что начальник синагоги называл дочь свою умершую, или, судя по продолжительности путешествия, или желая увеличить свое несчастье. Действительно, люди, которые просят помощи, имеют обыкновение увеличивать и представлять в большем виде свои действия, чтобы тем удобнее склонить на милость тех, кого они просят. Обратите внимание на грубость начальника синагоги. Он предлагает Христу две просьбы, чтобы пришел и чтобы возложил руку. Это показывало, что он оставил дочь свою, еще дышащую. Того же требовал от пророка и неиман сериянин. В глаголах, говорит последний, яко изыдет и возложит руку свою. Четвертая книга царств, глава пятая, стих одиннадцатый. Так люди грубые имеют нужду в видении и в вещах чувственных. Евангелист Марк, глава пятая, стих тридцать седьмой, говорит, что Христос взял с собою троих учеников, так же и Лука, глава восьмая, стих пятьдесят седьмой. Но Матфей не определяет числа их. Почему же Господь не взял с собою Матфея, который только что присоединился к нему? для того, чтобы возбудить в нем сильнейшее желание и потому, что он был еще несовершенен. Христос одних предпочитает другим, для того, чтобы последние старались уподобляться первым. Для Матфея довольно было и того, что он видел исцеление жены кровоточивой и удостоился быть за одною со Христом трапезою и иметь общение в пище. Когда же Иисус встал, многие последовали за Ним, как для того, чтобы посмотреть на великое чудо, так и по причине личного достоинства того, кто пришел к Иисусу, а равно и потому, что они по своей грубости не столько искали исправление душ, сколько исцеление тела. Таким образом стеклось множество людей, одни, будучи понуждаемы своими недугами, другие желанием посмотреть на исцеление других. Но для слушания словес и учения пришли очень немногие. Впрочем, Господь не позволил им зайти в дом, но взял только учеников, да и то не всех, всюду научая нас избегать славы человеческой. И се, жена кровоточива двана десяти лет, приступила сзади и прикоснуся воскрилею ризы его, глагола шибов себе, а щиток ма прикоснуся ризе его, спасена буду. Евангелие от Матфея, глава 9, стихи 20 и 21. Почему же она не приступила к нему с дерзновением? Потому что стыдилась болезни своей и почитала себя нечистую. Если женщина во время месячного очищения почиталась нечистую, то тем более могла почитать себя таковую, страждущую такую болезнью. Болезнь эта по закону почиталась весьма нечистую, вот почему кровоточивая скрывается и таится. Притом она не имела еще надлежащего и совершенного понятия об Иисусе, иначе она не думала бы, что может укрыться от Него. Эта жена первая приходит к Иисусу Христу при народе, так как слышала, что Он и жен исцеляет, и теперь идет к умершей от раковицы. Призвать Христа в свой дом она не осмелилась, хотя была и богата. Она даже не дерзнула явно и приступить к Нему, но тайно, с верою прикоснулась к одежде Его. Она не сомневалась и не говорила сама в себе, исцелюсь ли я от болезни или нет, но приступила с твердой уверенностью, что получит исцеление. Глагол ошибо, говорит евангелист, в себе, аща токма прикоснусь и ризе Его, спасена буду. Она видела, из какого дома он вышел, из дома мытаря, и кто за ним следовал, грешники и мытари, и все это произвело в ней благую надежду. Что же Христос? Он не захотел, чтобы она оставалась в неизвестности, но открыл и обнаружил ее по многим причинам. Некоторые безумные говорят, что Иисус Христос сделал это из любви к славе. Для чего, говорят они, Христос не оставил ее в неизвестности? Что ты говоришь, нечестивый и беззаконный? Неужели тот любит славу, кто и другим запрещает говорить и сам не упоминает о бесчисленных чудесах своих? Итак, для чего же он обнаруживает кровоточивую? Во-первых, он освобождает ее от страха, чтобы она, угрызаемая совестью, как похитительница дара, не проводила жизнь в мучении. Во-вторых, исправляет ее, потому что она думала утаиться. В-третьих, открывает всем веру ее, чтобы и другие соревновали ей, да и показать, что он знает все, есть столь же великое чудо, как и остановить течение крови. Наконец, и начальника синагоги, который легко мог потерять веру, а с нею и все, исправляет примером жены. Действительно, пришедшие говорили, не движи учителя, якутщи умри, и находившиеся в дому смеялись над Иисусом, когда он сказал, что девица спит, естественно, что и сам отец мог поколебаться в вере. Чтобы предостеречь отца девицы от такой слабости, Христос и обнаруживает жену. А что отец от раковицы принадлежал к числу самых грубых людей, послушай, что Христос говорит ему, не бойся, ты токмо веруй, и спасено будет. Евангелие от Луки, глава 8, стих 50. Спаситель с намерением медлит и приходит в дом тогда, когда девица уже умерла, чтобы ясно показать, что он воскресил ее. Для того он и медленно идет, и много разговаривает с женщиной, чтобы дать время умереть от раковицы и прийти тем, которые возвестили о ее смерти и говорили «недвежи учителя». На это указывает и евангелист, говоря, «ещи ему глаголищу, пришли некоторые из дома начальника синагоги, говоря, «умрет щи твоя, недвежи учителя». Евангелие от Луки, глава 8, стих 49. Христос хотел, чтобы они уверились в смерти от раковицы, дабы после не могли сомневаться в ее воскресении. Так поступает он и во всех случаях. Так и к Лазарю приходит по прошествии трех дней после его смерти. Вот по каким причинам обнаруживает он жену и говорит ей «дерзай дщи», так же, как расслабленному сказал «дерзай чада», Евангелие от Матфея, глава 9, стих 2. Женщина была объята страхом, поэтому он и говорит «дерзай» и называет ее дщерью, потому что вера сделала ее дщерью. Потом в похвалу ее говорит «вера твоя спасетя». Евангелие от Матфея, глава 9, стих 22. Евангелист Лука много и другого говорит нам об этой женщине. Когда она подошла, говорит он, и получила исцеление, Христос не тотчас после этого призвал ее, но прежде сказал «кто есть, коснувайся мне» Евангелие от Луки, глава 8, стих 45. Потом, когда Петр и бывшие с ним говорили «наставничи, народи одержат тя и гнетут», и глаголише «кто есть, коснувайся мне», что служило несомненным доказательством того, что Иисус облечен был истинную плотью и попирал всякую гордость, народ не в отдалении следовал за ним, но от всюду окружал его. Господь снова настойчиво повторил «прикоснуся мне некто», Азбочух силу исшедшую из меня Евангелие от Луки глава 8 стих 46 приспособляя ответ свой к грубым понятиям своих слушателей. Он сказал это для того, чтобы заставить женщину добровольно сознаться в своем поступке. С намерением он не тотчас изобличил ее, чтобы, показав, что он все знает, убедить ее добровольно рассказать все и заставить возвестить о случившемся и чтобы не показаться подозрительным, если бы сам стал говорить о том. Видишь ли превосходство жены предначальником синагоги? Она не удержала, не остановила Христа, но краями перст прикоснулась только к одежде его, и, придя последней, первая ушла с исцелением. Начальник синагоги с самого врача ввел в дом свой, а для этой довольно было и одного прикосновения. Хотя она связана была узами болезни, но вера окрыляла ее. Смотри же, как спаситель утешает ее. Вера твоя, говорит он, спасе тя. Если бы он обнаружил ее исчестолюбие, то не присовокупил бы этих слов. Но он говорит так для того, чтобы научить вере и начальника синагоги и похвалить жену, а равно доставить ей радость и пользу не меньшую телесного здравия. А что Христос поступил таким образом не для того, чтобы прославиться самому, но чтобы прославить жену и исправить других, это видно и из того, что он равно мог быть славным и без этого чуда, потому что чудеса его превосходили своим множеством и самые капли дождевые, а также и потому, что он и сотворил и намерен был сотворить чудеса гораздо более славные, чем настоящие. Между тем жена, если бы Христос не обнаружил ее, осталась бы в неизвестности и лишилась великих похвал. Вот почему Господь обнаружил ее, похвалил, освободил от страха, она, говорится, приступила с трепетом, ободрил ее и, даровав ей телесное здравие, напутствовал желанием и других благ, сказав, иди в мире. Пришед же в дом княж и, видев собцы и народ молвищ, глагола «Отойдите», не умри, бо девица, но спит и ругахуся ему. Евангелие от Матфея, глава 9, стихи 23 и 24. Хорошо отличали себя начальники синагоги. Свирели и кемвалы возбуждают у них плач по умершим. Что же Христос? Он всех изгнал, кроме родителей, да и этих оставил только для того, чтобы не сказали, что не он, а другой, кто воскресил девицу. И прежде, нежели воскрешает ее, возбуждает словом, говоря, не умри девица, но спит. Он и во многих других случаях поступал подобным образом. И как на море сперва укоряет учеников своих, так точно и здесь прежде освобождает предстоящих от мыслей смущавших их, и вместе показывает, что для него легко воскрешать умерших. Как поступил он и при воскрешении Лазаря, говоря, Лазарь, друг наш успе. Евангелие от Аанна, глава 11, стих 11. И вместе научает не страшиться смерти, потому что смерть уже не есть более смерть, но встала сном. Так как ему и самому надлежало умереть, то, воскрешая других, заранее приготовляет учеников своих к мужеству и спокойному перенесению смерти, так как после его пришествия смерть сделалась сном. Находившиеся в доме смеялись над ним, но он не оскорблялся тем, что они не верили его чуду, которое он намерен был вскоре сотворить, и не укорил смеющихся, чтобы и самый смех, и свирели, и кимвалы, и все прочее свидетельствовало о смерти девицы. Так как люди часто не верят чудесам, которые уже совершились, то Господь наперед предохраняет их от такого неверия их же собственными ответами. Так было при воскресении Лазаря, так было и с Моисеем. Моисею Бог говорит, что сие есть в руце твоей. Исход глава 4, стих 2, чтобы он, узревший змия, сделавшегося из жезла, не забыл, что прежде в руке его был жезл, но, вспомнив о своем ответе, удивился чуду. И при воскресении Лазаря Господь спрашивает, где положисти его? Евангелие Атеана, глава 11, стих 34, чтобы те, которые отвечали прииди и вишть, также уже смердит, четверодневен бой есть. Евангелие Атеана, глава 11, стих 39, не могли уже не верить, что он воскресил мертвого. Итак, увидев кемвалы и множество народа, Христос выслал всех из дома и в присутствии родителей творит чудо, не другую душу влагая в умершую, но возвращая ту самую, которая вышла из нее, и как бы ото сна пробуждая от раковицу. Для большего же удостоверения зрителей берет ее за руку, чтобы тем проложить путь к вере в воскресение. Отец говорил ему, возложи руку, а он делает больше, не возлагает своей руки, но, взяв умершую за руку, воскрешает ее, показывая тем, что ему все легко сделать и не только воскрешает, но и приказывает дать ей пищу, чтобы сотворенного им чуда не почли за обман, и не сам дает ей пищу, но повелевает родителям, как и о Лазаре говорит, разрешите его и оставите идти, Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 44, и после того делает его сообщником трапезы. Так Христос всегда имел обыкновение представлять несомненные доказательства и смерти и воскресения. Но ты обрати внимание не только на воскресение, но и на то, что Христос повелел никому о том не говорить и отсюда прежде всего научись быть смиренным и не тщеславься, а потом заметь и то, что Он всех плакавших выслал из дома и признал их как бы недостойными видеть столь великое чудо. И не будь подобен свирельщикам, которых Господь изгнал из дома, но уподобляйся Петру и Анну и Иакову. Если тогда Спаситель выслал скорбевших вон, то тем более ныне, поскольку тогда еще неизвестно было, что смерть есть сон, ныне же эта истина яснее самого солнца. Но Господь не воскрешает ныне твоей дочери, но Он несомненно воскресит ее, и притом с большую славою. В самом деле та, восставшая от мертвых, опять умерла, а твоя дочь, когда восстанет, прибудет уже бессмертную. Итак, никто уже не должен плакать, никто не должен скорбеть и порицать дело Христова подлинно, Он победил смерть. Что же ты напрасно плачешь? Смерть уже есть не что иное, как сон. Для чего же ты сетуешь и рыдаешь? Если эллины так поступают, то и они достойны посмеяния. Когда же верующий малодушествует в подобных случаях, то чем он может оправдать себя? Как могут получить прощение те, которые столь безрассудно поступают, несмотря на то, что уже так много прошло времени от пришествия Христова и воскресение мертвых сделалось несомненным? Но ты, как бы стараясь увеличить свое осуждение, представляешь нам плачущих эллинских жен, усиливая плач и воспламеняя печь, а не внимаешь словам апостола Павла. Кое согласие Христове с Велиаром или кая часть верну с неверным? Второе послание к Коринфянам, глава 6, стих 15. Даже и эллинские мудрецы, хотя не знают ничего о воскресении, однако ж находят для себя утешение, говоря, переноси мужественно, случившегося нельзя переменить и исправить плачем. А ты, слушая высочайшие и назидательнейшие истины, не стыдишься малодушествовать больше их? Мы не говорим тебе «переноси мужественно», потому что случившегося нельзя переменить, но говорим «переноси мужественно», потому что несомненно, что умерший воскреснет. «Спит отрача твое, а не умерло, покоится, а не погибло, оно воскреснет и получит жизнь вечную, бессмертие и жребий ангельский». Или ты не слышишь, что говорит псалмопевец? «Обратись о душе моя в покой твой, яко Господь благодействоватя» Псалом 114. Бог называет смерть благодеянием, а ты сетуешь? Что бы ты больше этого сделал, если бы был противником и врагом умершего? Если кому должно плакать, то пусть плачет дьявол, пусть он скорбит и рыдает о том, что мы идем получить высочайшее благо. Такое рыдание достойно его злобы, а тебе, долженствующему увенчаться и успокоиться, неприлично. Поистине смерть есть тихое пристанище. Смотри, сколь многих бедствий исполнена настоящая жизнь. Размысли, сколько раз сам ты проклинал ее. Жизнь наша, чем доля продолжается, тем становится тягостнее. Ты уже в самом начале осужден на великие скорби, потому что сказано в болезнях родиши чада, и еще в поте лица твоего снеси хлеб твой. Бытие глава 3 стихи 16 и 17. Так же в мире скорб не будете. Евангелие от Иоанна глава 16 стих 33. Но о будущей жизни не сказано ничего подобного. Совершенно напротив о ней говорится от беже болезнь, печаль и воздыхание. Книга пророка Исаии глава 35 стих 10 и еще от восток и запад приидут и возлягут в недрах Авраама Исаака и Иакова. Евангелие от Матфея глава 8 стих 11 Там чертог духовный, светлые светильники и жизнь небесная. Субтитры Субтитры